Неосторожное обращение с огнём стало причиной трагедии. В Каратайке сгорел жилой дом. Водный патруль, флот Центра природопользования и охрана окружающей среды пополнился двумя высокоскоростными катерами «Рибмастер-680». Пережили не лучшие времена, не раз находились на грани выживания. Однако с трудностями справились. Наринмарская ТП празднует юбилей. Время новостей на телеканале «Север» с картиной дня вас познакомят наши корреспонденты. В студии Алина Волчейская. Неосторожное обращение с огнём вновь стало причиной трагедии. В посёлке Каратайка сгорел жилой дом. Деревянное строение, в котором проживала семья из пяти человек, вспыхнуло в ночь с 27 на 28 августа. В результате пожара сильнейшие ожоги получил мужчина 1977 года рождения. Пострадавшего рейсом санавиации доставили в Ненецкую окружную больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое. Обожжено более 30% кожного покрова. Сейчас он находится в реанимации. Подробности нам удалось получить по телефону. Вот что рассказал нам специалист Юшарского сельсовета Эдуард Аратунян. Женщина и трое детей, которые также проживали в сгоревшем доме, сейчас находятся у родственников. Все они в удовлетворительном состоянии. В Ненецком округе продолжается подготовка к новому учебному году. Работы по внутренней отделке практически всех школ города завершены. А вот на придворовых территориях образовательных учреждений далеко не всё готово к приёму учеников. Окружные полицейские выявили ряд нарушений в ходе рейда «Внимание, дети!». Все подробности далее. Безопасность превыше всего. Тем более безопасность детей. По статистике этого года число ДТП с участием несовершеннолетних не спадает. За прошедший период 2015 года на дорогах Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло и 26 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних было допущено 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 детей получили травмы. На дороге профилактика – залог безопасности. Именно поэтому сотрудники ДТП перед началом учебного года проверили придворовые территории и прилегающую к школам проезжую часть. Рейд показал, что нарушений предостаточно. Так, например, возле 4-й школы есть выбоины, чего по требованию безопасности быть не должно. Кроме того, не обновлена дорожная разметка. Есть и другие несоответствия с требованиями. Дорожные знаки установлены не в полном объеме. Это дорожные знаки «Дети» должны быть на желтом фоне. У нас только возле 4-й школы на желтом фоне. И возле школы номер 2 по улице Заводской. В других местах дорожные знаки в ненормативном состоянии. Впрочем, безопасность школьников на дорогах в первую очередь – дело родителей. Такую позицию высказала уполномоченная по правам ребенка в Ненинском округе Татьяна Гашева, которая также принимала участие в рейде. Безопасность – это и дороги, которые мы сейчас проехали, посмотрели. Не совсем готовы принять детей и гарантировать безопасность на дорогах, и профилактировать травматизм детей. Но в первую очередь, обращаю внимание родителей, те, которые поведут первоклассников, детей в первый раз в школу. Постарайтесь не только контролировать их режимные моменты, но и сопровождать их в школу и из школы. Если такой возможности нет, распределите эти усилия между своими друзьями, семьями, с которыми вы дружите, родственниками. По итогам рейда дорожным организациям, отвечающим за участки проезжей части возле школ, будут вынесены предписания к устранению нарушений. Алина Волчейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Флот Центра природопользования и охраны окружающей среды пополнился двумя высокоскоростными катерами «Рибмастер-680». Новая техника пригодна для работы на реке и море. Она способна выдержать шторм до трех баллов, а также снабжена современной техникой, которая не пропустит ни одной рыболовной сети. Катера сделаны по последнему слову техники, а навагов в нашем регионе просто нет. В каждом «Рибмастере» поместятся до четырех человек. Плавсредства при полной загрузке могут развивать скорость до 40 морских узлов или 60 километров в час. Они предназначены для работы как на реке, так и на море. Здесь воздушные баллоны, судно самокелевое. Во-первых, оно даже теплое. Там внутри стоит обогрев. То есть можно работать при любых условиях, при даже низких температурах. Это вот на самом стиле стоят гидроэхолот, рация речная, морская. Можно будет связываться друг с другом катером. То есть удобно. И для сотрудников удобно в работе. В катере предусмотрен автономный обогрев. Даже при выключенном моторе тепло будет поддерживаться до 8 часов. Это позволит членам экипажа во время длительных рейдов ночевать прямо в кабине. В центральном бортовом компьютере помимо навигатора установлена информационная система. Она способна увидеть в воде рыболовные сети в условиях плохой видимости. Находится катер «Потер», который показывает глубину. Ну и катер, соответственно, скорость показывает. Ну, в общем, где мели, где бакины. В общем, такой хороший рекорд. Особенно если работать с умеркой, что очень полезно. Все же браконьеры у нас в основном работают по ночам, чтобы их никто не видел. Катера «Рипмастер-680» будут активно использовать в нашем регионе. Сразу после обкатки один отправится для патрулирования вод Печоры на границе с республикой Коми, второй – в район поселка Юшина в Печорской губе. Алена Валей, Валентина Чибичек, Леонид Шишевов, Телеканал «Север». Наринмарскому АТП 60 лет. Пассажирская компания города твердо стоит на ногах и выполняет важную социальную миссию. Это подметили представители всех уровней власти Ниньского округа, которые пришли поздравить коллектив с юбилейной датой. Наринмарское автотранспортное предприятие имеет огромное социальное значение для города. Сегодня это единственная транспортная компания, которая занимается перевозками пассажиров до 3 миллионов в год. Цифра внушительная, и все это благодаря коллективу. Практически половина сотрудников отработали на предприятии более 10 лет. Среди них и Александр Федорущенко. За плечами водителя 20-летний стаж. Когда устроился сюда, я работал на грузовой машине, на площадке МАЗ-500, а потом отучился на категорию автобуса и на автобус перешел. Начинал с пазика, а потом начал на больших автобусах. Мне вообще-то нравится работать. Почему? Водитель автобуса, ответственность большая. Поэтому работаем. Многие помнят, когда АТП переживало не лучшие времена. Предприятие не раз находилось на грани выживания. Однако с трудностями справились. Сейчас на базе перевозчика оборудованы ремонтные участки. Отремонтировано здание администрации предприятия. А главное, ежегодный автопарк предприятия обновляется новой техникой. За последние три года компания приобрела 11 автобусов, из них два за счет окружного бюджета. Вы сохранили предприятие. Не просто сохранили. Сегодняшний день является одним из стабильных работающих предприятий в округе. При этом ваша заслуга. Поэтому от имени администрации хочу выразить вам огромную благодарность за раз. Ваш каждодневный труд. АТП совершает пассажирские перевозки по шести основным маршрутам, а также двум муниципальным. Если сложить все возможности предприятия, то на линию за раз может выйти 34 автобуса, в том числе предназначенные специально для перевозки детей. Действительно, услуги эти востребованы. Сейчас мы немножко подправим дороги. Надеюсь, и маршруты будут увеличиваться. То есть, соответственно, эти предприятия будут находиться в том состоянии, еще лучше будет, я думаю, увеличиваться корректив, увеличиваться подпакт. Поздравления в адрес одного из старейших предприятий города звучали не только от региональных властей. Благодарность руководителю АТП за вклад в социально-экономическое развитие региона выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Самая большая проблема, конечно, то, что вы на самом деле социальное предприятие. Именно социальное предприятие. Вы практически лишены возможности заниматься прямым бизнесом. Вы не можете зарабатывать на прямых. Вы очень сильно зависите от власти. Давно наблюдаю коллектив. Коллектив сильнейший. Вам, по сути дела, вы можете решать любую задачу. Единственное, чтобы власти действительно помогали и слышали власти. Благодаря масштабному строительству города в этом году АТП открывает новые маршруты. Проблемы мы свои знаем. У нас процент 90 автобусов, к сожалению, превышает 70%. Но благодаря слаженной работе ремонтного коллектива, водителей, аппарата технического, нам удается работать безаварийно. В этом году у нас было всего три ДТП. И все без вины работников АТП. По словам Татьяны Федоровой, до конца года у водителей автобусов появится универсальная форма. Кроме того, на следующей неделе на линию выйдут автобусы с современными светодиодными табло с номером маршрута. Алина Волчейская, Дмитрий Хозяинов и Сергей Качегов. Телеканал «Север». Никто не забыт, ничто не забыто. Поисковики из Ненецкого округа приняли участие в работе интернационального военно-исторического лагеря. Православный мир отмечает День Успения Пресвятой Богородицы. Останки 82 солдат были захоронены в Ленинградской области. Две недели там работал военно-исторический лагерь «Волховский фронт». Его участниками стали члены поисковых отрядов России, Германии, Литвы, Латвии, Белоруссии и других стран СНГ. Свою палатку в полевом лагере разбили и представители Ненецкого округа. Звук стреляющего оружия и боевые машины для них вовсе не забава. Так, члены поисковых отрядов пытаются окунуться в дни военных лет, когда на Снявенских высотах шли ожесточенные бои. После них на огромной территории остались лежать сотни тел солдат и командиров. Сегодня, спустя 70 лет, их останки извлекают поисковики. Лагерь проходил на территории Кировского района Ленинградской области, в окрестностях известного мемориала Снявенские высоты. Это место, где проходили очень ожесточенные бои, связанные с прорывом блокады Ленинграда. На Снявенских высотах покоятся погребенные и непогребенные, довольно-таки много бойцов из Ненецкого автономного округа. Обнаружить их останки в этот раз не удалось. Однако более 700 поисковиков из 47 регионов России, а также гости из Литвы, Латвии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана не делили находки на свои и чужие. Их цель – предать земле тех, кто отдал свою жизнь во имя мира. Бойцов находили как по отдельности, так и в санитарных захоронениях. Они появлялись после крупных сражений. Убитых с поля боя хоронили в одной яме, дабы избежать распространения инфекций. Поисковики обнаружили такое захоронение. Там покоились тела 462 воинов 71-й стрелковой дивизии. По именным вещам и медальонам удалось установить фамилию 21 бойца. Более 30 предметов, найденных в могиле, отправились на экспертизу. Останки каждого бойца поместили в отдельный гроб и перезахоронили в братской могиле. Параллельно с раскопками в лагере работала школа начинающих поисковиков. Их познакомили с методами подъема останков, показали, как правильно оформлять поисковую документацию. С ребятами работали историки, антропологи, специалисты по чтению солдатских медальонов, форме и снаряжению советских и немецких солдат. Такие знания поисковикам необходимы. Сегодня на всей территории России работают так называемые черные копатели. Они занимаются поисками боеприпасов, оружия, медалей и других ценных предметов. Недолжное обращение с могилами не только мешает поисковикам установить личность, но и по всем правилам захоронить воина. Общероссийская организация «Поисковое движение России» уделяет обучению волонтеров большое внимание. Было поднято в ходе экспедиции 544 бойца и командира Красной Армии. Это, на мой взгляд, за две недели, это было очень много, то есть в день поднимали по 60 бойцов. Мы, например, последние два дня, мы работали, наш раскоп составлял порядка 70 кубометров, объем его был. Можете представить себе. Продолжать свою неоценимую работу поисковые отряды намерены в следующем году. На карте Северо-Запада остается много неисследованных мест сражений. Это Карелия, Мурманск, Ленинградская область. Поисковики Ненинского округа уже решили принять участие в работе военно-исторических лагерей. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 28 августа «Православный мир» отмечает День Успения Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Праздник значится в списке 12 главных христианских церковных дат. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. Богоявленский храм по случаю праздника проводит торжественную литургию. В центре храма перед алтарем расположился гроб с ликом Божьей Матери. Для христиан всего мира Богородица – величайшая из святых, которая своим примером показала образ настоящего праведника. От рождения и до самой смерти она несла людям веру в истину, в Бога и христианство. Именно в этот день Успения Пресвятой Богородицы владыка Иаков вручил юбилейную медаль святого князя Владимира за содействие и помощь в строительстве храма-часовни в столице Заполярного района. Ею удостоился глава поселка искателей Григорий Коваленко. И благодарю вас всех на всю жизнь, потому что вы многие труды положили для того, чтобы храм устроялся, получил бытие. Я верю, что с бодой помощью Богородицы, красивый, достойный святой храм в честь Богородицы, для владельца поселка Истателия и будет сильнительством возрождения нашей святой силы. Новый храм будет построен в районе автобусной остановки улица Монтажников. Уже выделен участок площадью 16 тысяч квадратных метров. В конце июля Владыка Иаков осветил закладной камень. Там не только храм, там будут и мастерские, и гостиница. Так планируется. Ну, сейчас часовня устроится, начнется фундаменты делать. А пока Богослужение в отдельной комнате администрация выделила, ну, помещение. Там все службы проводятся, и крещение, и все прочее, что необходимо, и отмечения праздников. Ну, я надеюсь, что со временем проект тем более разрабатывается, и будет храм в Искателях тоже. Также в самом центре города, напротив Богоявленского храма, активно строится Арктический собор. Этот духовно-просветительский центр возводится по благословению Святейшего Патриарха Московского Исиаруси Кирилла. Мы тоже возводим величественный, красивый, святой храм, который с Божьей помощью будет воздвигнут и посвящен Успению Божией Матери. Это знаменательно, потому что таким образом знаменуется и свидетельствуется возрождение и нашей Северной Руси, как и всей нашей Великой Родины. Поздравляю всех наших северян, всех соотечественников с этим великим праздником. Желаю помощи Божией, крепости и достойной христианской жизни. В день Пресвятой Богородицы принято не только ходить на службу, но и определять, какой будет осень. Если на первую причистую хорошая погода, вся осень будет хорошая. После праздника на Руси приступили к уборке картофеля и начинали делать домашние заготовки. До 28 августа юноши пытались успеть посвататься к понравившимся девушкам, поскольку это была последняя возможность в этом году – попросить их руки и сердца. После успения Пресвятой Богородицы, согласно народным приметам, наступала свадебная пора. Иван Никонов, Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомню, Телеканал Север вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Всего вам доброго!